Протокол безопасности. Тюрьма Lost Heaven. Центральный остров Эл-Эх. Процедура входа и выхода. Начиная с сегодняшнего дня, 1 июня 2021, персонал обязан действовать по следующему протоколу. Проверьте основания для посещения. Убедитесь, что другие охранники находятся по обе стороны двери. Потяните рычаг, чтобы открыть дверь. Закройте дверь без промедления. Все. Закрываем дверь без промедления. Да я от свидетелей избавляюсь, если чем. Я не бомжи-ненавистник, я просто от свидетелей. Женщина, что случилось? Ты потеряла руку? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Бедняжка. Чтоб не мучилась. Зачем бомжевать, а? Я избавляю их от страданий. Я делаю им хорошо. Опустившиеся люди, они же, как сказать, они просто сдались. Они перестали бороться. И они страдают, разрушая свое тело, свой организм. У меня была работа. Хорошая. Надо меня осуждать. Осуждаю. Мы тебя переломим, как спичку. Ну давайте, чего вы только базарите. Вау, осуждаю. За это я тебя точно убью, братишка. Ко мне, дружок. Да они, честно говоря, на бомжей-то не особо похоже. Она же стелс-миссия, тут как иначе, поэтому шмальну-ка я из дробовика. Нет, я имел ввиду не то, что скрытое проникновение, а у нас тут не оставлять свидетелей. Чтобы никто не понял, как я сюда пробрался. Всякое такое. Я свидетелей просто всех устраняю. Я и того свидетеля устранил бы. Он тоже свидетель. Блин, его нельзя убить. Ну ладно. О нем позаботится дом. Сольери. Сольери о нем позаботится. Тогда ты свидетель-ненавистник. Так, подоги. Интересно, про все эти убийства Томас тоже рассказывает тому полицейскому? Да. Он же его готовит подпишу программу защиты свидетелей. Мужик, ты че? Тебе избавить тоже? Нет, меня просто удивляет, что игра все это позволяет делать. То есть, я нахожу вот там некий скрытый посыл от разработчиков, которые, видимо, не испытывают теплых чувств к бездомным. К бомжам. О, слышу, кто-то храпит. Че-то храп слышу. Эх. И гранаты не того добить. Черт, не простреливается. Не простреливается. Куда дальше-то? Сюда, что ли? А-а-а. Туберкулезно. Stay at the line. Я думал, будет больше народу. А, все. Сейчас мне винтовку дадут. Это уже свой. Или не свой. Дайм-детектив-магазин. Прям заморочили большую. Что-то он не прислал. Че-то прогружается. Тормознул от. Danger. Keep out. Без политика. Стоп. А снайперка, где моя? А, тут еще не самый верх. Смотрите, тут продуман... Смотрите, где мелко и где... Вот это круто, кстати. Прямо сдалека видно. Видите, где глубина уходит и где мелко? Так, я, к сожалению, прицелиться не могу. Это он увидел потом. Так. Тебе новые доспехи из второго сезона Ведьмака. Тебе новые доспехи из второго сезона Ведьмака. Я, кстати, жестко. Так и должно быть. Так и должно быть. Вагрине, в который режим нет. Нельзя. Долго я был в отключке. Ну, бомжи на меня точно не нападут. Я их всех перебил. По крайней мере, всех опасных. ХП-шки мало. Так лохануться. Так лохануться это еще... Надо постараться, ладно. Тебе, ауч. Так. Сюда, что ли? Все какое-то тут влажное, мокрое. А это то журнал есть. Почему-то на обложках часто этого журнала женщину страдающую помещали. То она в гильотине, то ее в гроб, то ее проволокой какой-то связывают. Ужас какой-то. Список приговоренных. Казнин, 30-го, 21-го, Джоэль Робертс, Холбрук, Саймон Донленд, Холбрук, Джованни Бьянки, Ричи Нургальдс, Смит, Холбрук, Руфус, не знаю. Имейте именно ни о чем не говори. Мишка. В Call of Duty плюшевый мишка в каждой части появляется. Он что-то там значит для разработчиков. По-моему, это, типа, отсылка к одному из сотрудников, который от рака, что ли. Сейчас сказал, он умер до прибытия скорой. Ну, вроде как, не спалились. Сейчас будет пробитие. Есть пробитие. Ну, давай. Open. Здесь, здесь бакс. А, вот она. Слепой уже. Зачем они так гротескно озвучивали? Полиция. Это полиция. Мы все равно вернемся. А, знаете, как будто для маленьких детей озвучивали. Часа. Ох, еб твою. Ох. Этого я и не ожидал. Я и не ожидал, что провалится в пол. ПОПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУРАПУР Полиция, можно наверно тупо бежать, да и все, крапляно падает Вот суки, а, как же они, как же они тут неудобно, позиция-то свой занимают На-на На-на У-на, нет Ну, в шею же попал Хорошо он выступал, молодец Покварим УГК за смелость Да кто там еще что ли, кто-то? Да щуп, откуда ты там высираешься-то? Как они там проходят? Добро пожаловать в клуб, парень! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Я отбегу ненадолго. Отбегу, хочу по нужде. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Да ёпт, да что такое? Как тут пройти? В какой винг тут? Феечки уингс тут Я жалею, что я взял такое вооружение на эту миссию Надо было Томпсон брать Не совершайте моих ошибок Берите на эту миссию Томпсон О мульте ничего не сказал Мульти, да Безидро, пофиг, наслаждай Задерживайте каждого Полиция, это полиция Гады Все равно вернемся Работа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да блин! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это мне карма за то, что я бомжей перебил, похоже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опять, опять это позиция классическая копа, где его... Не пострелить не пострелил, не пострелил... Классическая позиция копа... О нет! Господи, этот снайпер там со сраного револьвера! Пью! 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 Миссионерские позы у тебя сплошные в голове! Перверт! Пью! 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 про миссионерскую позицию, я же не знал, что она миссионерская, да? Я думал, я услышал. Блин, как... Вот, я услышал. Я думал, что в этой позе кто занимается любовью, я думал, что это люди, выполняющие определенную миссию, то есть у них есть миссия. Такой вот, я был маленький, наивный человек. Тогда уж полиционерская поза. This revolver asshole. Убил, убил, убил. Опять этот... Я вот за этот стол спряту, все. У меня есть идея фикс. Другой стол. Чтоб эта сука до меня не достреливала. Раздвигая руки и ноги в стороны, как в миссии невыполнимой. Ну, может. Может и так. Заткнись со своей полицией. Заткнись. Заткнись. Найс. Найс. Не найс. Не убил. Как хорошо. Sweet. Того мазафайкера надо убить. Все, я самого лучшего стрелка Дикого Запада я убил. Кто-то еще бежит. Не до счет ган. Вау! Вау, как тут много. Вся полиция горит. Прям вся. Блин, сейчас с этой стороны зайдет. Твою мать, а! Тут мало того, что тут сложно, так еще на выходе. Эти черти. Капец, как я мог так облажать, хоть миссию заново перепроходить. Взять такой набор варуши Томпсоном, я бы их подчекал быстро. Но этим сраным револьвером, блин. А, нет, мне тут КТ дали. Ладно. Почему-то был уверен, что КТ их не забудет. Кстати, нам тем же самым путем надо выйти. Ты что, пушкой? Ты что, пушкой? Я пушкой. Еще свистят полиционеры. Твой? Так, скажешь, сахар. Откуда двоин. Пиратом-гентеорат летел. С другой стороны... У ментов вот тоже дробовики. Песов! Эээ! Врек долл странный, ну ладно. Врек долл странный... Так, всё, мы вышли А может они меня не спалят, кстати Они куда-то совсем в другую сторону смотрят Мне опять через канализейшн придётся выйти Как вы считаете? Они куда-то целятся, никуда Может я выйду по стилу, аккуратненько Так, вы видите меня? А? А я на вашей же машине выйду Заодно проверим, как управляются Полицейские машины в этой игре Мы поставили закраждение, это его замедлит Оторвитесь, оттоп Ну чё? Не смотрел ещё одну серию второго сезона Мандалорца В ней канона больше, чем в новых эпизодах Нет, я дождусь, когда целиком сезон выйдет На Netflix и посмотрю также в известном как Весный плюс Хп, хп мало осталось На прохладную баночку Калы после стрима Мульки Да это не мульки Мульки ты задонатил? Мульки Стронг Ты меня удивляешь Ты наверное про себя Про себя поёшь Спасибо 1 за твоё здоровье Но Ты случайно не поёшь После всех наших с тобой Ты вряд Бей меня и кусай Лезвием острым режь Зато вот Эти песни-то зенки И в каждой Каждой клетке Сердца А нет Как-то В каждой клетке моей В оболочке сердца Я оставлю твои города Да Да Мульки Спасибо тебе Мульки стронг Спасибо тебе за соточку Спасибо Ты меня в неловкое положение сейчас поставь Я сейчас покажу На биргер 4 сыра Дон пипон Спасибо Дон пипон Дон пипона Ты меня пугаешь Ты меня пугаешь Откуда ты знаешь Что он 210 стоит Это кто-то мой знакомый что-то Это наша насечковая забегаловка Офигеть Спасибо огромное Мне кажется я тут уже не справлюсь Надо все-таки Удалять Спасибо Спасибо большое Я кстати думал о нем Такое Я знаете я боюсь разочароваться Это все-таки заведение У нас недавно открылось Я боюсь разочароваться Прийти туда и не испытать Такого чувства Ну тут биргер Боже мой Тот биргер Правильно Такой херенный был Я бы его поел Спасибо вам за деду поддержку Теперь мне осталось Только По сути Моника обновить Я в шоколаде Минимум на 4 года Ну минимум на 3 Но надеюсь Что на 5 лет Мне его хотя бы хватит С учетом обновления По Томи Дехи Ну если этот монитор Будет работать То в принципе не страшно Он хороший Он 144 герц 150-80 На 144 герц Блин Они мне покрышки Простреливают Сухие Самый в отличие Есть 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 Что Что там Нет Нет Тяжело Там эти сраные Intel уже Другой сокет сделали Я думал Что может быть Еще когда нибудь Есть возможность Заапгрейдиться Но эти уже все Intel новый сокет Мутит Тянул процессор Своих Который будет 11-й сели Остановлено заграждение Нет О боже Корпуса Хватит на все Время Пока будет Поправить Так Туаль Я кстати Его в синий Выставил Синий Хотите Я могу Прямо Скинуть Рядом С моей Ногой Блин Такое Офигенно Конечно О май Елок Как ему Нравится Мой Пи-си Из-за Что я Про компьютер Херцена А есть Смысл Вообще В 4К Размеры Почти те же Ресурсы По-трисоку Графона Больше А ты знаешь Смысл Знаешь В чем Смысл В том Чтобы Работать Попробовать Поработать В 4К Его же На обычном Разрешении Все равно Мне его Попущу Именно Поработать Что это Может Влево Поехать Или Все таки Убить Мне кажется Убить Все Беспалет Не Поддерживайте Этот хештег Я про PC Personal Computer Technologies Personal Computer Приколезаем Дом Питона Выграждение Установлено Давай Сойди Вот Машине Останови Ничего Пока Вот Например Он Ты вот Как художник Представляешь Тебе Дать Поработать Сделать 4К Изображение Представляешь Как Оргазм Маши 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 Теребит Да То есть Когда Видях Набирает Оборота О да Я прям чувствую Поток воздуха Да Ну кто эти Капитальную Тут За слону Поставил Нужно уходить Они Грамотно Сути Отстреливают Уйдите Полиция Как Отключить Полицейскую Сирену А вот Тут же Мы можем Уходить Вуууу Уходим Уходим Тут Надо Брошенную Машину Найти И пересесть Брошенную Машина Блин Там Пипона едет слева, а пипона, пипона, пипона. О, пересядем тут, пересядем быстро в красную, уйдите. Ура, поймаем в другой раз, так накипишил, конгрессмена убил, пупа на хвосте, полиция сброшена после погони уровня 5 бюл, хе-хе-хе, I'm a f***ing cool boy. Мне с моими среднестатистическими холстами в 300 хватит, 1080. Ты, кстати, привык к новой матрице-то, когда у тебя проблемы были, мавлички не общались, так как-то пока. Так, селят, все, чтобы не боясь и не страшась ничего. Я пока в ДНСе ждал компата, когда я тут думал, что они мне все-таки скидку на эту видяху дадут. Что он рассказывал, что два часа простоял. Там у них еще посидеть, наверное, в этом самом ДНСе. Я имею право его оскорблять, потому что мне две недели проморозили, и их еще ждет гневное письмо, которое в процессе составления их начальства. Вот, я там присмотрел один прикольный монитор этого бэнки тоже. 30 дюймовый, 4К, по-моему, 75 Гц. И он что-то 25, что ли, стоил. Ну, прикольно, он, знаете, уже современный. Вот у меня рамки на мониторе, они вот такие широкие, а там, знаете, узенькие такие рамочки. У меня-то уже здоров, здоровые. Сейчас мониторы посовременные, очень красиво выглядят. Интересно, если тут понаблюдать за трамваями, будут ли они реально людей развозить, как первая мать. Там же люди уходили, сходили, с остановок бродили. Привык, но матрица лютое говнище. Собираю на стационарник. Иногда выхожу на ТВ под HDMI, когда играю или смотрю видосики. Это, кстати, ну, я понял тебя. Любишь, когда поуже? А кто не любит? Вот давай я у пацанов спрошу. Плюс чат, если ты любишь поуже. Любой адекватный пацан любит поуже. Любой. Чем уже, тем лучше. Для максимального, так скажем, тренинга. Это бывает, купишь монитор. Начинаешь рамки проверять и никакого ощущения вообще. Ты думаешь, блин, тот ли монитор я купил? Стоит ли вообще иметь дело с этим монитором? Понимаетесь? Ой, господи. Слышал об этом Тернбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен уйти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Надо было больше все-таки времени. Конечно, ему ручится. Какая хорошая жена. Надо было больше раскрыть, мне кажется, их отношения. Больше с семьей показать. Наверное. Как вы думаете? Каких девушек-стримеров смотришь, если есть такие? К сожалению, девушек-стримеров я не смотрю. Я вообще девушек не смотрю. Именно чтобы девушка делала какой-то контент, я не смотрю. Превосходно. Да, обменно, босс. И это только начало. Подождите. Подождите, я проверю даже свои подписки на ютубе, чтобы вам не соврать. Неужели я такой жесткий сексист? Мне неинтересно смотреть про помады, вампуров, всяких. А, нет, я на осину найт подписан, но она давно уже ничего не делает. Она врала. Но она уже очень давно ничего не делает. На Стефани Жустиен подписан на ютубе, но она тоже нихера не делает. По сути, сейчас не смотрю женский контент. Смешанный смотрю, где женщины выступают как-то, наверное, на женщин не подписан. Даже взрослый контент без девушек смотришь. И взрослый без девушек. Нафиг мне не нужно, мне все портят. А если девушка делает контент домашнего, так сказать, производства. Так, подождите, надо продолжить нажать. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же, как-то это мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полно-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Ну вот вместе с ящика. Сто пуду. И грохнем беднягу водителя. Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от села только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего там? Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Он сдает задания, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Преследовать самолет на полной скорости не рискованно. Да? Да. Че-то это рискованно. Спустя пять лет погони перестрелок. Это че-то рискованно. Как бы опасно. Слушайте, а сколько еще миссий до конца осталось? Как вы думаете? Как вы думаете? Так, оно тут сохранилось. Да, давайте выйдем в главное меню, просто посмотрим. Какая миссия осталась? Она все равно соебанулась. Так, сюжет. Три миссии осталось. Ну, давайте тогда да пройдем сегодня. Просто предвитер мне про бокс сказал. В принципе, должна. Давайте тогда играть дальше. Ту-ту-ту. Тун-тун-тун-тун. Пока крутится. Трофейчики ее посмотреть. Разогнаться. Белл Тейс. Че-то тут у нее все эти с алмазом трофеи. Это значит меньше 50%. Не знаю, если делать потом нефиг будет. К Новому году. Потому что любви платин. Нужно неподалеку от порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винь. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Полли, можешь хоть раз не пить перед делом. Пожалуйста. Все. Пошли. Представь себе в 35. Может, ты не возьмешься за РЕ10 на ультрахарде, ведь это рискованно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Извини. Просто мыслей в голове много. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Там еще и для мыслей место есть. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Смеетесь, мудачье. Все вы не верите, что у меня могут быть планы. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай. Что ты задумал? Думаю, накрыть сберегательный указ в центре. Хочешь банка взять? Да. Я давно пасу это место. Уже все сто раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. Ограбить банка для нас слишком круто. Мы тут сраных федералом грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил. Укрась сигары нам поручил Дон. А налет на банк он ни за что не одобрит. А мы ему не скажем. Ты что же, хочешь кинуть Дона? Нет. Конечно нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разослится. Но успокоится, когда увидит свою Дону. Не знаю, Павел. А я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Я многим тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Они, по-моему, его самые близкие эти. Или скажи все Дону, или забудь. Они же все андербоссы, получается, да? Они же все время с Доном на тайму. Проснись, все. Мы на месте. Хотя андербоссы на дела не ходят. Они капусты. Дону, бери тачку. Найди грузовик, встретимся у хранилища. Мы с поля захватим остальное. Ладно. Ты что, перепил что ли? Нет. Трес как стекло. Этого я и боялся. А когда миссия с поездом-то? Хорош меня доставать. Она будет вообще к поездам-то перегораживать? Будем проезд к кому-то. Или ее вырезали? Я тоже думаю, что дело к концу близится. Ищите рабочие. Райо. Найдите грузовик. Давайте поищем. Это грузовик? А, нет, он прям не указан. В тот момент вырезали. А-а-а. Все понятно. Все понятно. Смотрите, как луна красиво в лужу отражается. Видите? Луна отражается в лужу. Идеально чистые лужи в Lost Heaven. Алекс Грин одобряет, кстати, вот эту тачку. Блин, иногда игра такая красивая, кажется. Афигеть. Он был в миссии с убийством Морелла-младшего. Понял. Знаете, чем меня порадовала именно это поколение? Игровых приставок тем, что в открытых мирах научились реально хорошую ночь делать. Раньше ночь, днем, слишком в Open World играх, слишком сильно контрастировали в тех же GTA. Днем было очень красиво, а ночью как будто умирал. А тут вот научились работать за светом. Видите? Этот свет от луны, от источников этих. И создается такая, знаете, картина, приятная, живая, что ли. В Ордере втором это особенно круто. Сделано так поработанное со светом. Вот это, наверное, главное достижение этого поколения. Уходящего поколения. Уже будет девятое поколение, кстати, девятое. Охренеть. В первых часах... В первых часах собак солнце отражалось на витринах магазинов, даже когда этого не было на горизонте. Но тут, наверное, тоже такие косяки можно найти. Я уверен, что таких косяков тут тоже предостаточно. Но если не приглядываться, не присматриваться, просто так вот, любоваться, пока едешь на очередное задание, то все выглядит нормально. В RDR2 ночь какая-то слишком светлая, по-моему. Ну там, знаешь, там все время небо чистое, а если небо чистое, то от звезд действительно светит так нехило. Если ты бывал в дикой местности. Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего два места. Можешь ехать в кузове. Лежи и не высовывайся. Не то нам конец. Не беспокойся. Лежу и как раз отлично. Ты всем телкам это говоришь. Все, погнали. Ладно, ладно. Господи, дон. Интересно, что там в оригинале было. Эй, Том, удобно тебе там? Сам как думаешь, умник? Приедем к хранилищу и что дальше? Не знаю, поищем ящики из Камеруна или как его там? Ну, сигарная страна. Скажи, ты видал размеры этого хранилища? Не парься. Ночью там никого нет. Сделаем все, что захоти. Черт. Точно. Да. Э, ПИП, бумаги у тебя? На торпеде. Вы о чем? Если что, я камеру не могу вперед. Проезжайте. Работа сегодня кипит, парковка забита. А что он даже не досмотрел? Дождень. Сегодня здесь полно народа. Ничего. Будем действовать по обстоятельствам. Я не умею действовать по обстоятельствам, сэм. Ты же знаешь. Брезент не трясется. Меня не видно, да? Все нормально. Вы чего так поздно, парни? Мы должны управиться с этим грузом к рассвету. Извини. Никак не могли найти бумаги. Но уже все в порядке. Просто скажи, что делать. Мы новенькие. Мы тут все новенькие, парень. Но кое-кто из нас получше знает, который час. За мной. Кое-кто из нас получше знает, который час. Все, давайте ящики грузить быстро. Ладно, Том. Теперь все в твоих руках. Полезай на склад и найди ящик сигар с алмазами. Понял. Но они все записывали. Так что порой севых документов. Нам нужны камерунские сигары с корабля Багеми. Камерунские Багеми. Судя пришвартовал с 23-го числа. Во втором. 23-го. Ясно? Да. Не попадись никому на глаза. Камерунские Багеми 23-е. Камерунские Багеми 23-е. Ну, возможно, нам напомнят. Хорошо. Стилс миссия опять. Стилс я умею. Все вы это знаете. Со Стилсом на короткой ноге. Стрыба привлечет внимание. Ага. Генералы заставляют работяг пахать сверхурочно. У меня там флэшбеки МГСовские сейчас проезжают грузовик. Солдат там. Так, аккуратненько наверх. Раз, два, три. Кажись у нас гость. Не-не-не. Эй, он ушел. Да, не-не-не, тебе кажется. Солдат. Ну да, либо че. Штек-контакт. Вот ты сглазил Крис Рэдфилд из Нью-Йорка. Крис Рэдфилд. Крис Рэдфилд из Эмпайр Бэй. Ты сглазил все дела. А, не, дали КТ. Нормально. Пацаны, мне дали КТ. КП, КП, мне дали КТ, КТ. КАМЕРУНСКИЙ 23-го. Сейчас тут прочтем. Хью, я забрал со склада ящик сигар. Нутром чую, что мы ищем. Может быть спрятано среди конфискованных камерунских сигар с бедимией. Как придешь, сразу же отправляйся на склад и проверь остальные ящики. Увидимся утром. Удачи. О, это мне поможет. Тек. Ящики лежат на складе. КАМЕРУНСКИЙ 24-го. Ой. Это выход. Блин, они ж меня спалят. Так, парни, давайте поживее. Когда закончим с мелкими ящиками, перейдем к большим соседним помещениям. Мы не указу эти федералы, хотя платят неплохо. Мы уже не меньше стоящих, а посмотрели. Мать твою, датку. Как же это у нас пока. Это было по скрипту. Это было скриптовое. О, воу. Ты драться, что ли? Мужик, ты че? Как ты меня заметил-то? Еще что-то тебя за удары-то такие, что пацаны не падают. Ты гонишь? Как он подъехал ко мне. Подкатил. Ну, вроде как все. А че они мне говорят, ящики лежат на складе. И че, это не склад? Че делать-то? Мульти, твой выход. Скажи мне. Моретти. Вот еще какие-то документы. Не, ничего. Ты в курсе, что я там твоих брать? Я его нашел! Не, не! А, сначала документы, понял. Но я правильно уже шел? Я его нашел. Я его нашел. А, я же могу поверху пройти. Нахер я вообще спускаюсь. Сейчас. Долбанем этого фраера. Че, я вообще вниз спускаюсь. Так, парни, давайте поживее. Когда закончим с мелкими ящиками, перейдем к большим соседним помещениям. Еще один комикс. Опять девушка. Какой-то труп созерцает. Кодзима бы кучу лазеек сделал. Как тут пролезть? Кучу вентиляционных шахт. А ангар 13 они как бы схалтурили. В этих вопросах, я считаю. Да все, все. Солдат упал. Солдат избит. Список грузов. Мечта императором. Неопознанная техника. Багимия сигар. Неуплата пошлины. Сектор D2. Интересно. Ящики в секторе D2. Понятно. D2. А тут еще что? Социал. Ах ты. Так, это все бесполезно. Ах ты, Монгориенс. Приказ ФБР. Срочно. Нам стало известно, что хранилище таможенного конфиската в Лос-Хевене в данный момент содержит неизвестную контрабанду особой ценности. Необходимо срочно осмотреть все конфискованные товары. Время ограничено. Отсутствие результатов может привести к провалу судебного процесса в Empire Bay. Детектив Джозеф Гроуф. Детектив Джозеф Грюф. Джозеф Грюф. Так, главное не с полицией сейчас. Эээ. Че тут сюда поперся? Черт. Я его вырублю сейчас. Смотрите, какая странная тень от него исходит. Он вампир. Не точно вампура. Это стелс-драка. Видите, никто ничего не слышит. Эти нет придурки, чтобы ФБРовцам побежать и сказать А, нас крапит караул. Они со мной почему-то раз на раз выходят. Ну, это грузчики. Типичные. Типичные грузчики. Бухают. Ха-ха, тень ты не видишь, братишка, зло. Зловещую тень. Томаса. Анджела. А, не так обыграли миссию с загрузкой ящиков. Они просто сделали так, что их тяжело таскать. Уведомления о конфискации сигар. Корабль-транспортное средство Абадемия. Груз, сигар и табачные изделия. Оригинальный пункт назначения Atlantic Import Export компании Holbrook. Основание для конфискации подозрения начальника порта неуплата пошлины на товары. Дата прибытия 23 сентября 38 сектор склада Д-2. О, это мне поможет. Мы уже, да, мы уже сообразили. Но какие именно ящики здесь. С оружием в руках все равно как-то себя приятнее ощущаешь. Блин, а как их тут обойти? Это жестко. Как их тут обойти? Там только много на этой сраной лестницы. Как вы думаете, как можно обойти? Черт, сколько же тут всего? Ладно, парни, проверьте все ящики и начнем их вскрывать. Таких же сотни. Значит, тебе повезло. Вся ночь впереди. Может, нападать просто не надо. Так хочется. Ага. А, тут типа есть. Ни сигар, ни алмазов. Блин, там это чертило увидит сверху. Души. Оп. Снова нихрена. Ни хрена. Я вижу белые метки, получается. На карте. О, кому набить, чем по сраному складу ползать. О, кому набить, чем по сраному складу ползать. Если рандомно, то ладно. А та какая-то странная борющая. О, у них даже физика есть. Прикольно. Господи, сколько можно? Вообще не говоря. Вот оно. Нет? Вот ты мне. Так, все? Все? Реально? И на выходе ни одного охранника. Странно. А, мы уже отсюда уходим. Вот, чтобы я морду кому набил, чем по складу ползать. Вот это ответ на вопрос. Они не зовут федералов. Все пучком, парни. Ладно. Грузим все и валим отсюда. А я думал, они как-то поинтереснее обыграют. Просто стелс-забег. Там же это была рафляна, что загружали ящики, а потом во второй мафии это как бы тоже постебали. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, ни сега не воду. Черт. Вы слышали? Ладно, Том. Погнали. Валим, валим. Да уж, Том, тут не слишком удобно, да? Через ворота. Заступим. Прикольно, ворота, кстати, сломались. Сейчас сюда приедут все легавые города. Давайте скорее сматываться. Стоп, педаль фоу. Да, ню, да, ню. Со всех, ну. Дорога перекрыта. Найти другую. Если нас засекут, начнется жара. Да. С дороги, идиот. Я ж бикаю. И тут перекрыто. Сворачивай, Томми. Что, я спалился, что ли? Валим, нет? И тут перекрыто. Да, кстати. Сворачивай, Томми. Куда сворачивать-то? Весь район у нас перекрыт. По траве, что ли, текать? Давайте попробуем по траве. А, по-моему, и не выехать на этот, на траву-то. В какой-то виде у вас... А, ну вот если сюда, сейчас направо. Давайте попробуем. А, грузовик вообще не едет по траве. Все очень плохо. А, тут вообще закрыто? Лоха. Лол, ла? Все. А-та-та-ха! Как бы сказали. Конгольские... Вторженцы. давайте доставим сигары в безопасное место следите за дорогой тут повсюду копы я не долго он просто привыкли давайте скорее сматываться там педаль пол забегайте из-за повреждения, куда вот ехать вообще куда вообще ехать там все перекрыто и тут перекрыто сворачивай томми тут тоже не вы кстати вот это креповато сейчас было так тут перекрыто тут перекрыто тут перекрыто и как отсюда уехать я уже не против ваших подсказок подскажите я и в принципе не был против скажите мне что тут делать скажите креповато, а крепоренько крепоренько, да вы же уже специалисты все уже прошли 20 раз перелуками что ли выходи может дворами просто ищи проезд я хочу в Новосибирск прям вообще хочу короче я заново начну сейчас сломаю я хочу сломать машинку меня пугает количество хп я хочу умереть в октябре да, всё чтобы выехать нормально шипаин спрей оооа опять завибрировал давайте доставим сигары в безопасное место следите за дорогой тут повсюду куб и да куда вы сути так много ты снимает хп как зачем они снимают так много давайте доставим сигары в безопасное место следите за дорогой тут повсюду куб и сейчас сюда приедут все легавые города давайте скорее сматываться топ педаль фол дорога перекрыта найди другую есть у нас за секунд начаться жара жара так нам тут проект и тут перекрыто сворачивай томми я уже помню куда ищем пил я помню первый драйвер так впечатлял вот этой вот возможностью уйти от копов обычно игра ништяки были гоночные русско колейная тут уйти в переулок снося мусорные батя чтобы уйти и от копов это уже такая возможность оу маи га надеюсь правильно шок слово заграждение давай в объезд вот сюда наверно я уверен что сюда там кажись надо продвигаться в правую часть круга с розыском объезжая перед эти дорог кажись по мосту в конце уезжаешь вот поэтому первый драйвер сейчас впечатляет только музыка которая смахивает на ту что вставляют в прон ни хера ты оскорбил взял оскорбил вот смотрите чё это за человек а ну-ка давай я тоже сейчас придумаю красочное описание одной из твоих любимых игр давай чё-то там шок слово заграждение давай в объезд он ли знаете вот есть несколько людей чате которые считают что они могут что угодно говорить сколько легавых они сюда пригнают но если их святое что-то заденешь надо ездить по другой дороге то все это капец знаете кто это это он ли это прилеток и это вай то есть они думают что им все вообще позволено все что угодно будет все как-то захочет но их трогать нельзя вот это вот я вообще я в шоке ушли и я вам объясню почему у меня такое мнение была ситуация когда уайт меня там жестенько так стебанул но я как бы принял это все потом я в ответ уайт и стебанул а за сталкер да смешно ха 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 сон для такая же ситуация была у меня раньше жестких баловать как-то я его тоже отметил так и он такой я не понимаю мне не смешно получше стекляшки то мы нашли так что другой раз согласовать все с тобой уайт опять свою ты у нас такой спец по планам отправлять в парни я тут машину вести пытаюсь я же крутой я уайт я крутой вообще давайте доберемся до склада бископов на хвосте я могу скипать надо алмазы у нас босс будет доволен и сейчас это самое главное надеюсь эти камушки величиной с отеля риц после таких то трудов ну вот это разве не бруклинский мост а тянет наверное нет вот минске все таки другой это мини золотые ворота сан-французский классный город просто он классный переделал молодцы молодцы и больше уайта нет на стримах да уайт он ушел он так скажем нащупал амбицию это и стал любой ладно давайте не будем о плохом ваши амбиции это ваши амбиции это ваши проблемы больше к этому возвращаться не нужно просто это забавно смотрите как некоторые личности спокойно отпускают критику направо и налево на своем принимают так уже скрежет холт брыг счет холт бро холт брок холт брок ок миссион комплит анхау я сейчас стал уже сидеть холт бро ты жив пара ящиков они изрешители в хлам и что сильно этот сильнее всех эх выглядит не очень да он придет в бешенство если товар будет испорчен ни хрена себе черт наркота уверен да уверен а а где алмазы их тут нет это и есть товар нет да он сказал мы идем за алмазами можешь открыть любой ящик алмазов нет то есть мы рисковали жизнями ради этого говда похоже да тебе лучше остыть более да он сейчас будет наркоту сделали в оригинале были алмазы хотел чтоб мы знали рассказал бы он должен да но сейчас мы все будем тоже про наркоту не помню более да я буду молчать как прошло парни это один более реалистично вот и все этот но не так страшно какие-то сигары может испорчены но все остальное в порядке босс а вообще алмазы ведь самая твердая вещь на свете после моего члена конечно что ж браво парни браво вы заслужили хорошую надбавку так называем нужно выгрузить ящики на склад пацан ворвался беседу товаром займутся эти придурки точно повторить ладно босс мы пойдем сэм подбрось меня к бару конечно вы с нами не мы на поезде ладно до скорого но что м это что м я его не а я что ты предлагаешь я уже говорил на из насрать что думает сент я это перевести наркоту или взять банка там почему пацаны проще и в деле просто спросил пацаны смеяться что так про гоблина что-то гоблина про видмака так что за банк и центральный я там был не пройдите голова не закончилась что никакая удобно сваливать и вообще не похожи на герой не знаю как то мне не хочется таскать для дона наркоту из камеру на я ведь даже не в доле и вообще их машине пошел мне сказали миссии поезда пусть ну и вообще я больше не хочу попадать в такое положение стоять на коленях и смотреть как чья-то несчастная девка сгорает заживо оказалось не в то время не в том месте просто не повезло похоже с нами иначе не бывает говорю тебе том план идеальный я же все продумал я бы не звал тебя с собой если бы не знал что у нас все выгорит увидим пока я сам все не осмотрю рейс вы иначе если я сяду сара меня бросит просто в поле тоже появились проще варить мед и хранить деньги в банке ты что вот чекайте пацаны вот что бывает с амбициозными эта история как раз об амбиции мистер сальери передает вам привет приспустил амбиций воздушный творожок спасибо за 101 воздушный творожок это это уайт или это опять морблю собирают чё ну да что чё тебе надо то закрыто вы чё глючит это сегодня ты по-по-маленькому что ли ну давай быстрее смеси живут я понял надо грузить кт надо грузить кт у меня летний юмор спасибо спасибо уайт если это ты у тебя желаю тебе обставить реддита на всех поприщах чтобы ты стал самым крутым и видит потом приполз тебе на коленях white white дай мне хоть щепоточку твои славы white я был не прав это уже перед тальтеры так что за банк между north park и центральной да я там был не так давно охрана в банке никакая удобно сваливать и кассиры вообще не похожи на герой но один я не знаю как то мне не хочется таскать для дона наркоту из камеру что в кружке я же не в доле и вообще спирт через больше не хочу подать в такое положение стоять я не закусываю и смотреть как чья-то несчастная девка сгорает заживо оказалось не в то время не в том месте просто не повезло похоже с нами иначе не бывает кто у бомжа вроде тут не было я же все продумал я бы не звал тебя с собой если бы не знал что у нас все выгорит увидим пока я сам все не осмотрю ничего не обещаю если я сяду сара меня бросит почему оно закрыто было чё за херня вообще произошла как оно метро закрыто выполняешь миссию метро закрыто вдумайте выполняешь миссию сержантная приходит метро закрыто есть и до утра, как бы до утра, пацаны подожди хух к他 Ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять женатого парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти сорокет. А за душой только пара сроков. Ты не выглядишь на сорок. Но если выгорит, у меня наконец-то появится бабка. Братишка, ты хорошо выглядишь. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Поле. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Да я сейчас готов застрелиться. Мы по полгода только и делаем, чтобы играем в карты и пинаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается, и нужно собраться, иначе забочат. Вот я пытаюсь не уснуть, пока Тон рассказывает мне очередную майку. Которую я слышал раз сто. А на завтра я уже под пулей. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Как ты мечтаешь начать новую жизнь? Моя мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет, как знать. Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию. Ну, как тебе бы, пап? Неплохо. Если сделаем это, будем ждать, пока все не утихнет. Ты уже втянулся, брат. Как знать. Прикольно срежиссирована кат-сцена. У него же Тончик был. Не успел в первый раз до закрытия. Но я продолжение так угарнул. Понимаете, если бы там просто была какая-нибудь невидимая стена. Оно закрыто реально. Закрыто на цепи было. Это смешно. В верхней пешме метро 24 на 7 работает. Томи, я все продумал. Все выглядит. Ой, кажется, метро закрыто. Лесницы топ, скажи. Лесницы топ. У меня ты имеешь в виду? Нет? Топ вообще. У меня топ. Я понял, что ты про персонажа играл. Персонажи тут все красивые. Даже у Тона Салиери такие очень-таки. Че? Смешно-смешно. Небольшая халтурка. Ограбление банка. Ну, план прежний. Да, как договаривались. Толпу я беру на себя. На тебе менеджер. Если угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилищ. Сколько у нас времени, если сигнализация сработает? У нас до приезда полиции есть минут пять. Может, чуть больше. А если все накроется? Я ни хера не шучу, Том. Если услышишь выстрел, сразу же не выпекай. Без бабок я отсюда живу. Мир фоксальери передает вам привет. Просто это Омская метро. Оно, как и в игре, закрыто, точнее, не построено. Или поли косит под Гарри Поттера. Спасибо, тренер Олли. Спасибо. Хорош. За тебя. Спиртику. Слабо вам так спирт пить? Работаем? У поли больше ресниц. Работаем. Привет тебе, кстати, тренер Олли. Ты что-то давно не заглядывал. Мульти тут же по-другому уже было, да? Как-то поинтереснее. Не сразу они врывались. Ты говоришь, вырезали. Была же какая-то подготовка, да? Разведка. Тут просто они врываются. Что-то как-то странно. Знаете, как-то перескочило резко. Сразу же на ограбление. У меня в правом ухе кто-то плачет. Соревнований много было и работы сегодня в какой-то, видите, выходной. Понял. Значит, ты соревновался. Да, была подготовка. Машину искали и оружие. Жалко, что это вырезает. Кто там плачет у меня? Что, зависло опять? Что-то я как в РДР гангстер. Вы ими обнять своих детишек, так? И чтоб без героизма сегодня. Ха! Я не шучу. Ага, что вообще это мужчине заходит. Ха! 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 Что ты делаешь? Что, твои? Бабки! Тащи сюда бабки! Он стоял мне по пути. А чё они все? Вы чё? Не трогайте нас! Ты что, сбредил? След от банка! Ха! А почему они стояли? Я же граблю сраной банкой. Проверяю. Чё за говно? Мы в какой-то сумеречной зоне. Ха-ха! Я банк граблю. Они стоят спокойно. Меня смотрят. Всем упасть мордой в пол. Пискнешь я тебе мозги выше, босс, сука. Это в фильме The Town. Так они грабили банк. Всем рекомендую The Town фильм. Класс. В Мафию все льется в дух третьей части. Вернее, душок. Да, там полно багов. Было. Рафляных всяких нарезок. Особенно там рафляное зеркало было. Вся. Найди менеджера. Я что сказал? Всем лежать. Если кто шевельется, начну стрелять. Ладно. Ладно. Допустим, я этого всего не вижу. Допустим, я этого всего не вижу. Есть что-то бежать. Бежать. Погнали. Со мной. В хранилище. Делаю все, что скажете. Обойдемся без шерма. Вперед. Вам нравится унижать того, кто слабее вас? Слушайте, я просто люблю деньги. А ты, парень, останешься жив, если не будешь ловить. Домный мужчина угрожает прохожим. Отправляйтесь на место. Сколько там охранников? Какой-то бред происходит. Он будет стрелять. Я не знаю. Если увижу пушку, застрелю его. Так что скажи ему, чтобы не рыбал. Заметил, что тут зеркал нет. Заметил. Я все ждал, когда... Не, ну почему тут есть отражение в этих в лужах? Иногда даже персонаж отражается в лужах. Ну так, знаешь, очень мутно. Про зеркал пытался смотреть в зеркало заднего вида. Там просто миссия. Ну вперед. Да ты лучше о себе подумай. Если хочешь дожить до выпускного своей дочки, держи руки так, чтобы я их видел. И охраннику прикажи. Let's go, let's go, let's go. Я его толкать буду. Хотя лучше, наверное, тут не трогать этих инкушес. А то метро опять закроет. Запомни, когда встретим охранника, прикажешь ему положить ствол на пол. Сука, я делепая херня. Метро закрыли. Это запомнил. Слушай меня очень внимательно. Сейчас ты положишь свой... Вау, стреляйте. Че стреляйте, все? Не успели, пацаны на метро. Проходили себе игру. На метро закрыли пока. Затрудникам просьба откликнуться на сообщение о СТР. Найс. Ты мне весь чат своей ссылкой... It's so fucking big, твоя ссылка. Ты мне весь чат перекрыл просто. Мо вывалил свое хозяйство. Без маски, но ты тренер Валли, ты аккуратно, то есть он может передаться. Тут видишь, тут есть фильтр, который фильтрует как бы. Ну сейчас я снимаю фильтр. Все, закрывайся. Прячься, прячься, прячься. Как бы сейчас фильтр не упал. Мо показал, какая у него большая ссылочка. Да ты лучше о себе подумай. Если хочешь дожить до выпускного своей дочки, держи руки так, чтобы я их видел. И охраннику прикажи. Так, че там скинул-то? Уважаемый пассажир, станция закрыта под внутренническим причином. Просим извини. Мо прям затмнет декабристов. Запомни, когда встретим охранника, прикажешь ему положить ствол на пол. Понял? Декабристов затмел, значит. Так. Я сразу же... Слушайте меня очень внимательно. Сейчас ты положишь свой... День его, парни! Привет! Стоит ли погибать за чужие бабки, пацаны? Стоит ли это? Это стоит того, как вы думаете? Вы умрете. За чужие бабки помрете. Не, так-то Томми Анжела такая мразь, да, по сути? Вот особенно после этого. Такая сука он. Каких он только... Бед не наворотил. Если так задуматься о его поведении, перенося на реальную жизнь. Он убивал кучу копов, бомжей. Ах, тварь. Ключ от хранилища на столе. Это за то, что сдал меня. Я хочу быть отвратительным... Томасом Анжела, чтобы не плакать в конце. Снова. Хочу быть мерзким. Тут вам нужно было... Человек 300 надо было с собой взять, чтобы это вытащить. Одноминутно, одномоментно. Вот, сука! Вот что происходит, когда я не поставил 5 звезд таксисту Ямлес. Бери бабки, пора валить. А что, вы типа все вытащили? Сотки бабок. Кстати, фото же неплохие. Сотками причем любят эти сотки бабки. Мали, 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 мали. Мали, мали. Мали, мали. 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 Мали, мали. С 제amat冠 contender. Мали, мали, мали. Мали. Что ты сделал? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он должен был те ноги оторвать Учитывая длину его ствола Это же не каратыш Помните каратыша из этого? Из Анчарта Вот сколько они бабок унесли? Ну может лимона 2, да Ну полтора лимона максимум Вот даже машину для отхода не продумали Садись быстрее Давай, давай! Куда? Куда хочешь сбрось копов! Да откуда они лезут, мать их! Зацепил! Доми сзади! Это дрифтерская тачка За кого? Таксист! Предатель! Мусорнулся Плохо-то как Джоэл как никто другой знает Как стреляет дробовик Да, Джоэл Который миллер Так, покупная способность Тогда 1, 5 лимона Это как сейчас Лимонов 10, 12 Если не больше А, ну да Я что-то туплю С учетом Инфляции Так они вообще Какое-то Центральное Денежное хранилище Драбанули Вот вообще Чудовищный день И в 30-х годах Миллион долларов Куда? Куда хочешь сбрось копов! Они бы купили Этот город На эти течения Это уже не станет Серьезно Я что-то тупую Угромена Такой Давайте, козлы! Харатыш Разве не власта фаз был? Ванчар Тут он тоже был Харатыш В четвертом Или я пухаю? Чего заметили в портбахе? Я помню Там был пистоль Пистоль И Харатыш Чё-то такое там был Офицеры видели его В полкруге Попробуйте Ублюдки Сделать 90 миль Вау Вау Аж дух захватывает Охереть Вот это скорости Тормозим Сейчас тормозной путь будет 300 300 метров Все, уходим Я вот тут спрячусь Нас тут не найдут Стопугод Все, спрятались А где наш Рюкзук? А вон он Я только не понимаю Как этими деньгами После ограбления Можно пользоваться Вообще долго Очень отмывать И на это И жить Припевать Хотя в то время Не было такой У них развитой Наверное Налоговой системы Еще на тот период А может Уже и была США Все равно Самые Бухатенькие Давай сменим Тачку Чтобы это Чтобы у нас А нельзя Нет Нет Посерить Вот ты смеешься А метро в городе Реально закрыто Несмотря на Разъезжающий состав А им Нельзя пользоваться Да Такие Машины На скорости 90 миль Похоже Дом насквозь Могут пробить Ну да Сайте Сколько они Бензина Жрали Такие твари Огромные Тяжелые Там вообще Горючка Просто Разорился бы С такой Машиной С ее Сейчас Купить Они опять решили Поймать их Вдруг Раз Смешной Смешно Поймаем Другой Раз Получилось Нихера Себя Мы это сделали Мы богаты Мы богаты Мы даже Если президенту Замочим А поймаем Другой Раз Хотя Купов В то время Расходимся Ну что До завтра Если я не буду На Гавайях Да ладно Шучу я Я бы не провернул Это без тебя Приятель Иди домой Отпразднуй с Сарой Утром заходи ко мне Поделим бабки Да ладно Без подготовки Нет ощущения Победы Нас просто Вбросили Миссию После GTA 5 Это как то Чип Выглядит Чип Ёшоу После GTA 5 Где ты там Подходишь Помните Как там Ограбление В несколько Миссии Вот как то Как то Подвели к нему Хреново На мой взгляд Ну хотя Да Смысл Сюжет Это в другом Пользоваться Метро нельзя К сожалению В оригинале Я любил Подниматься Осекать На рельсы Делать Суицид Да там Вообще Прикольное Метро Был Там как Четверки Четвертой GTA Смерть Искусство Все Кстати Последняя Миссия Очень душновато И опять Пипик Смотрите К Явление Христа Народу Я уж Думала Звонить Гробовщику Извини Просто Полночи Не мог Заснуть Я тоже Ведь ты Всю ночь Ворочался В кровати Она вообще Не постарела Никак С близка Не показывают Знаете Почему Мне просто Повезло Жена Целаст Позвел Тот Ты прав Бояц Я тут Подумал Да ладно Сообщу В газету А что Если нам Втроем Съездить На побережье Серьезно? А работа? У нас В поле Появились Деньжата Один Из его Дурных планов Сработал? Вроде Того Собирай вещи Заскачу К поле Вернусь За вами Что ты скрываешь Томми? Ничего Ну да Вы с поле Вдруг разбогатели А теперь ты Хочешь свалить Из города Что-то не так Какой смысл В деньгах Если их нельзя Тратить? Дело Не в этом Ты дрожишь Даже просто Стоя на месте Ты нервничаешь От чего Может Сам не знаешь От чего Да Наверное Разберись В тебе Прежде чем Идти к поле Если Причина Твоих Переживаний В нем В поле Все нормально Не волнуйся Ну Значит Скоро Увидимся Сколько они Получается Посеред Где-то 6-7 лет Вместе Ой Давайте Хоть посмотрим Как он Живет Что у него Тут есть Томми Анжела У него Есть Дома Он сам На себя Фапает Все понятно Женушка Что у тебя Ты еще здесь Лимоны Наши Динамодифицированные Вот по его Дому Я не помню Чтоб можно Было Ходить Это Прикольно Еще Однокомец Шикарно Живет Посмотрите Какая пара Шикарная 34 А Они поженились 34 Но не так Еще много Вместе Да Еще молодая Семья Ой Жена Извини Если Так Будешь Стоять Тебе Дверь Помогать Мне Со Сборами Те Дозета 4 Ноября 38 Налетчики На банк Остаются В розыске В розыске Полиция Окружает Банк Гранд Империал На фотоснимке Прохожего Департамент Полиции Лос Хевена Ищет Любую информацию О вчерашнем Ограблении С множеством Жертв В деловом Районе Города Предполагается Что налетчики Похитили Огромную сумму Денег Их пока Не удалось Опознать И задержать Свидетели Могут Обратиться В полицию Лично Или по Номеру Лह 27 62 Мне кажется Жонушка Наша Догадывается У А это Вот какие Коле Таблся Тут Лиса Поиска К таинственной Лисы Прикольно Ну, что-то они мне раньше не попадались Так, что-то мне там писали Посчитал калькулятор инфляции Один лимон, тогда это сейчас 18 лимонов Представляете, сейчас 18 лимонов Представляете, сейчас 18 лимонов Доллар А, наверх почему-то нельзя Почему-то какое-то перекрытие Как-то дом охеренный Они жили хорошо Я смотрю, осматриваю наш дом В чем проблема Это единственная глава, где я с тобой могу В доме побыть Как игрока ты еще меня гонишь Нет, смотрите Есть отражение, видите, в стекле есть небольшое отражение Оно какое-то такое мутноватое Сейчас пропало Какскаун следит за нами Ты видел одну миссию с Фрэнком Я не додумался ее взять Я не додумался ее взять Так, что у нас по времени Блин, уже второй час В общем, сейчас перерыв еще возьму Не будем добивать Я посмеялся, как обычно все Капично Считал 18 лимонов долларов Сейчас это 1 миллиард 427 миллионов 981 тысяча 400 рублей Представляете Представляете Представляете, сколько это денег Это fucking madness This is madness No, this is Sparta Все, сейчас перерыв в последний Охигао Риджитонс Сердца эти Продолжение следует... 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 Как поливаешь? Что ты не выбишься? Продолжение следует... Прошу простить. Как поживаешь? Продолжение следует... 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 закажем про пучина с разноцветной посыпкой кексик с откуса мубль гола как мужик дом пипон и спасибо огромное сейчас уже доставки закрыты но я бы заказал на доставке закрытый дом пипон и чё творит этот человек что творит что он творит что дом пипона творит этот величайший мужчина современности дело дом пипон и благодаря дону пипона у меня появился компон и компон и сарты эксон и спасибо огромное за тебя за тебя этилового чок нет слов брата нет слов ты настоящий хастлер по донатом просто рвешь и мечешь дон отмывает деньги через риджбанк да уж есть от мытья есть пробитие бывает от мытья и теперь знаю твое настоящее имя капа все знают мое настоящее имя дом пипон ни хера вот вот где хастлер то посмотрите это того же типа точил оба за и я хочу такую же звути красную к овощей или как красивая я завтра сто пудов схожу и пока покушаю бургеров бергеров через сыр за твое здоровье или я куплю дом пипона разрешишь мне купить метро исход чтобы протестить там артекс там пипона не в принципе и на биргеры и на это хватит на все хватит все знают твое настоящее имя не копили канвай да все знают но взял и спалил что у меня другое имя что я вас обманывается меня на самом деле зовут максим верхний пешу пешминский у меня максон за срывается он видите стебался стебался все но открыто то покупай сплошные рофили ел в краснодарском парке там здоровенные бургеры дают с ними перчатки еще что-то есть нет я именно здоровый вот это вот все дигантизм я не люблю вот именно в еде там он именно что такое но он средних размеров такой бургер но он офигенный вот он сделан офигенно то есть там вот это вот все компоненты как сыр подобран какая там котлета там чувствуется что там не просто какая-то подосланная котлета и на что рубленое мясо ась просто вкус может быть там даже если там собака или кошка не важно вкус ахиле где я сомневаюсь кошак может быть в этом районе невозможно жить уже что случилось дверью а кто его знает начат дверь дверь вроде на месте эта макия 2 началась парень из квартиры надо мной опять буянил кошка мяутик радует физика во многих даже не предназначенных местах оля здоровенный бордеров краснодарском парке есть отвратительно но они вкусно Поли. Такая драма. Поли. Чёрт. Смеяться представляете. Тут он пипоны убрал Поли. Большим бургером. Ну и хера ему там прям бошку разнесли. Ну у меня честно говоря никакой симпатии к этому персонажу не было. К бухгалтеру Сальери есть. Сэм. Это я. И о том. Где Поли? Он. Он мёртв. Лежит передо мной на полу. Две пули в башке. Вот чёрт. Я же звонил, чтобы предупредить его. О чём? Твою мать. Парни, вы же мне сто раз жизнь спасали. О чём предупредить, Сэм? Сальери. Он знает про грабление банка. Ты в терьме, Том. Тебе нужно исчезнуть. Ладно. Давай. Так. Ладно. Мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да. Конечно, друг. Мне заехать к Поли? Нет. Нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. Да. Хорошо. Только не светись, Том. Увидимся. И... Спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том. Ты же знаешь. Оля. Мне пора. Прости. Ну вот, серьёзно. Ну вам хоть кому-то... Вот реально жалко Поли. Ну правда. Я вызову полицию. Что-то здесь не так. Я... Это мульти, что ли? Ха-ха-ха. 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 Эх, я сегодня, да. Я вызову полицию. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Отбросим детские ностальгические чувства. Мне когда-то было жалко. Какого мне было жалко? Не было только кого-то жалко. Да господи, это последнюю миссию. Дайте мне уехать уже. Да, нарисуйте его. Эму Эмерик мне было жалко когда-то. Нет, у меня не было жалко. Я говорю. Я вообще не какой-то... Безжалостная сволочка какая-то. Я. Давай. Та-дам-та-дам-та-дам. Он разрываемый замечен. Берите его, ребята. Горжа немецца топ. Мне так-то сюда же, да? Что, музыка все? Музыка все. Спасибо, кожа немецца, за твое здоровье. Чтоб на твоей коже всегда все было классно, без прыщей. Спасибо. Добрый человек. Да, все-таки жалко поле так-то. И... Ее было жалко в МГС-2. Я про ремейк и говорю в оригинале. Я дошел только до миссии с тем, когда надо было подкрутить гайки в машине гонщика и дропнул. За РЕ-4 не было жалко Луиса. После прохождения на хардах без торговца очень жалко. Как он мне там помогал, охереть. В детстве грустил. Сейчас фиолетово, что здесь, что в оригинале. Да, к сожалению, черствеем. И теряем вот это вот, знаете, теряем эмпатию к цифровым персонажам. Нет уже такого, знаете, нет, по сожалению, эмоций. А хотелось... А хотелось бы, чтобы это чувство не терялось. Но ты черствеешь. Под влиянием множества факторов. Под влиянием взрослых в жизни. Под влиянием, в принципе, какой-то... Не то, что не зашоренность, а... Искушенность. Под влиянием именно искушенности. Даже в вопросах искусства. Да какого хера ты там приперся? Я вас убью, менты. Я вас предупреждаю. Я сейчас убью. Я сейчас буду бить вас. Больно. Он пешком пытается убежать. Ментам просто по рожу надо бить. Выставаю все экипажи. Срочно нужное подкрепление. Все за мной! И что ты сделаешь? О, мент! С моим лицом. И менты с моим лицом. Нормально. Ли Эберетом капец жалко было. Мне Стива вообще не жалко. Из РЕК от Вероника. А мне Стива было жалко. Мне было жалко Снайпер Вульф. Но Метал Гер вообще первый на меня неизгладимое впечатление произвел. И вообще не представлял даже, что игры можно сделать такими. Поэтому для меня там... Это была такая игра. Мне пора. Прости. Пострелять по картинам? Уж хотели. А нас и не пустят туда. Тут сценарий, к сожалению, не так хорошо проработан. Он, наверное, может для гангстерской драмы норм, но... Что в первой мафии, что во второй мафии именно сопереживание героям не происходит. Потому что они твари, по сути. Что они твари, что они делают в этом ограблении? Жалко скорее не Стива, а их отношения с Куэр, да? Мне, почему Стива жалко? Почему? Он же... У него же как бы история своя с отцом. Он раскрыт в целом, как персонаж. Молодой парень. Они так мило летели там на самолете вместе. Потом он ее защищал. Потом эта битва с Носферату. Они все-таки долго бок о бок проходят. Поэтому Стива Бернсайда жаль. Изоляция против интервенции. Я пропустил дофига. Я видел, что тут эти газеты есть с этим. Газеты с... Отсылками на гитлеровскую Германию. Что рабочая партия там пришла. Этих... Нацистов. Социал... Кто они? Социал... Не социал-демократы? Социал-демократы же они были? Гитлеровская рабочая партия. Социал-демократы. Стоять, Томи. Черт. Я это пропустил. Привет, Том. Сэм. Что нахер происходит? Ты, Полли? Я в трудном положении. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну вот опять. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Полли забрать? Вот твоя доля. Ты заслуживаешь меньшего. Чё ты потом? Ты его убил. Ты убил Полли? Нет, друг. Полли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Да он знает про Фрэнка, Том. И про шлюху. Ты же сам по ней сох. Ты дал ей уйти, не я. Ну и чё? Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правило. Всё это печально. Том с Альери, конечно, очень тебя любил. Мы погрустим на твоих похоронах. Ты думаешь, что делаешь это из верности? Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Прощай. Только не мучайте его. Он всё же мой друг. Всё, начинается в CQC от Снэйка Анджела. Да. Это будет жёстко. Это будет жёстко. Он сразу получит повышение. Ну-ка. Отсуждаю. Может, он где-то 2 отдает. Легко не дает. Да ёпт. Где же ты, Сэм? Помню, душнила, а не миссия была. Сейчас попробуем. Осуждаю отсутствие этого. Отсутствие цензуры. Я осуждаю размер. А ведь его раньше женщины принимали за эталон красоты. Почему сейчас нет таких талонов? Сейчас женщины всяких... Вернее, девчонки всяких этих... Егоров, Кридов, любят. Хотя, может быть, он такой беззаделки. Туно. Но никто из твоих друзей больше не умрёт сегодня. Только ты. Не критись. Не доструливает. Хотя тут хедшот-то сложно навесить. Хотя, знаете, может, с другой стороны в этом и есть фишка этого прицеливания, что тебе тупо сложно сделать хедшот. Может быть, в этом глобальная задумка. Локация, так как, шикарно сделан. Смотрите, даже внутренний двор проработан. По части дизайна у меня вообще нет претензий. Как они переделали всю игру дорогого стоят. Они молодцы в этом плане. Единственное, что вот движок, возможно, не самый лучший. Не самый... подходящий, может быть. все разрядил. Берем дробовик. Гоу-чейндж, потом вообще без поцела пройти капу. Ты издеваешься. Зацепила меня. Поразила меня. Это последняя шляпа. Это последняя шляпа. трясти под себя осуждая лжевого вообще я по моему должен быть более центровой почему вы за меня не вписывайтесь я для вас по сути столько добра сделал сволочи я ваш дом по сути столько операций провел так себя показал блин тут же все картины теперь войти вам нравится картина эпохи ренессанса всякие гипер реализм и прочее а одного из наших убили мне два патрона блин один патрон берем дробовит черт ладно я понял сюда я не пойду думаю после ограбления банка сам прочитал газеты а потом подошел к сальери и сам рассказал что это было в планах у поля тут знаю что такое на самом деле классическое предательство специально такой максимально нечитаемый твист а так все мне тут по моему дали кт что кт стоп там что то есть а это комикс комикс разноцветным всяким шикарно 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 сделано все все сюда живо все конец себе я вас там даже не вижу струляльчики оп так нормально о патронов взять патронов патронов да Там еще должна произойти одна катсцена перед этим, перед сражением Музей супер шикардосный Вообще, если бы они полный ремейк сделали, вот прям такой основательный не на 15 не на 15 10-15 часов а полноценный с более расписанными сюжетными линиями и прочим, они могли бы может быть даже задать новый стандарт, чтобы чтобы все произошедшие события более оправданными чтобы показались то есть дружбу с Сэмом прибухнуть, показать как они там прибухивали, ездили там, что-то такое мирское почему вот тот же вечер так цепляет вот именно вечер потому что там взаимосвязь с персонажем полностью раскрывают тут они прибухнули там они куда-то сходили что-то сделали потом в девок переоделись еще накатывают, накатывают, накатывают и ты влюбляешься в персонажа если там кто-то умирает то тебя это прям цепляет прям душу выворачивает сворачивает попал еще раз бомб Смотрите, как он таймингово хорошо закинут, красавчик. Мне бы, наверное, хотелось чего-то такого, более масштабной переделки. Но, наверное, фанаты бы и не приняли такую. Не знаю. А достойна ли была, в принципе, оригинальная история, оригинальная? Чтоб ее расширять в этом ремейте. Тоже вопрос дискуссионный. Вернее, неправильно я выражаюсь. Не то, что достойна ли... А имеет ли смысл чью-то историю, придуманную там 20 лет назад, переиначивать? Вот так я скорее выражусь. Мне очень нравится тут с Томпсона стрелять. Самое лучшее. Дробовик тут беспонтовый, а Томпсон топовый. Да, взаимосвязь. На болоте прибухнули, на маяк сходили, на единороде покатались, а потом БДСМ в корчме улетико. Классно же, классно. Так люди и живут. Вы раз так не живете, там откуда молотов летит, есть хилка. Они тут жгут все, ацкил. Так, найс. Хилка, хилка. Ага, вижу. Вижу, не знаю. Я совсем какой-то шарой стал. Валерио Маркену или Марцену. Все сюда, живо! Не перебьем! Может перебью. Заканнули чуть-чуть моего времени. я же вообще если влезть в шкуру главного героя если так сказать проникнуться все-таки его история что он стал мужественным и принял эту судьбу что ему не оставили выбора он решил прорваться в этом направлении то история на самом деле цепляющий если проникнуться и оправдать оправдать его поступки с точки зрения обычного человека сейчас я супер аккуратен буду супер осторожен одно ясно точно разработчики очень сильно развеёживались когда говорили что делают ремейк уровня р е 2 когда на деле она даже на 1 4 не по тому уровню что ремейк 1 и 2 это спорное утверждение ну как то на 1 4 не подожди она очень хорошо сделан современная стрельба современная графика современный дизайн катсцены срежиссированы грамотно то есть бабосов тут углели я не знаю почему это говорит что они на уровне р е 2 по моему это как раз приблизительно уровень р е 2 в том плане что р е 2 мне кажется гораздо больше не соответствует оригиналу чем маффины р е 2 я тоже в принципе считаю талонным ремейком потому что они там попали прям во все нужные точки особенно как у него переделали это самый полицейский участок как круто его переделали это современен класс ой зачем перезарядился 32 в рожке было идиот блин еще все все хватит своего сезон шамайчи ремайки ремайки рим i very may kira my key везде римеic и мы играем римойк и здесь риммек там риммек там тоже риммек сюда посмотришь штук риммэйpi посстоит из риммейков стены состоят из риммейков потолок риммэй твоя квартира риммэйк твоя жизнь риммэйк твоих жилах течет ремейк до встречаешься с девушкой по имени ремейк и сама на ремейк и вместо любви вы занимаетесь ремейками такая ваша наша жизнь не обращайте внимание просто бомблю шума и получать спрятать не обижайтесь на него сучьи если быстро спрячешься за левой стекляшкой то молотом убьет чела посередине да и укрытие самое ходить ремейк и сколько раз проходил 4 резик на ю тубе ремейкер да я такой я тоже ремейк вы смотрите ремейкера мне даже была мысль с иксбокса записывать черно прохождение мгс 3 решил что все ну то прохождение старая она все-таки тринадцатого года она старая по всем стандартам мы сейчас будем очень медленными и аккуратными персонами убери твоего кореша ой 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 макаса свеча запишу я ведьмака вообще не проходил ой ведьмак со свеча знаешь я я прицель предсказываю какая шутка будет следующий ты там пройдешь хоть всадника город гонщик никая охота давай давай я жду этого там и до ссоры братишку своего идиота снимать прохождение мгс-3 2013 был анонсирован нет я сказал что была такая мысль пошумеем пошумеем сегодня убил кстати красавчик убил давайте выходите откуда ты хер моржовый вылез беде я здесь прячься символично за статуи афродиты вот и плачь там меня попали давай давай я об этом не думал да давай его на свече купить свеч в моем случае это просто выбросить деньги на помойку нападайте что же вы фраера козлы а жить что ли хотят треймейка прохождение мгс-2 я бы не отказал ладно нам с этим разобраться надо сайлент сезон буш класс обожаю тут многие так все стук пацаны вроде еще будет пошел нахер вот это дэд эс я уверен девчонкам понравится такая скульптура дэд эс а это дэд пубис насколько у тебя народу то слышь у нас по-моему в семье нет столько этих солдат чтобы ты тут привел антураж классный мне очень нравится разложил свое хозяйство он пытается дугить что никого не осталось сам охраняет надежнее чем море лунда сам охраняет надежнее чем сенатора дали сейф спасибо что никого не осталось а 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 по-моему его тут надо всего лишь это самое нашпиговать нашпиговать пульками все он умрет особо тут хитрить не надо у порог за это цел что никого не осталось Девушки отдыхают. Нельзя зевать. Надо побеждать. О, тут еще и хе-шечки бросают. Ладно. Сегодня еще кто-то фо ловится. Хе-хе, попал. Блин, зачем я перезаряжаюсь каждый раз? У меня тут нету только патронов. Тут же классик. Ля классики. Зальери нас обманывал. А кто это кидает? Ля классики. Я-то че опозорил? Я своими достижениями... Блин, высунулся не может он отсюда. Найдите Сэма. Сэма Фишера. Так, я вижу, что... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ с этим микрофоном в принципе комфортно просто не надо сидеть по 7 твою налево мне не дали карты не осталось как ты не дали блин last fight выдался надо уже два ночи я уже скоро даже бой пропущу усика усика понимаете по ручка пропущу меня полчаса до начала не сказал придите пойдет с вами смотреть правда меня наверно заблокируют все в углу выведу ран того там она пришли что никого не осталось да еще что никого не осталось сальери нас обманывал спокс один не разбилась стекло не разбилась чё за говно умри умрите все мазерфаккерс я вижу твою тень фрага Мари Мари все на меня только сейчас доперло что можно вот так вот Постоянно было чуть-чуть выглядывать и мочить. На протяжении, наверное, всей игры, все сложные моменты так пройти. Хотя до Томпсона. Э-э-э! Как ты в меня попал? Иди, иди. Где, сука, такая? Да е... Твою мать я. Я когда проходил, у меня в этом моменте Сэм застрял внутри стены, и тем самым у меня не сработал скрипт. Да я тоже боюсь не срабатывания. РЕН-ТВ, Игорь Прокопенко с Анной Чапман комментирует матч, во сколько говоришь. Предлетаю, сказал, через полчаса на РЕН-ТВ будет бой Усик против Дерека Часора. Что, никого не осталось? Да ты что, не все! Сальери нас обманывал! Тебя? Служен мы! А я стараюсь действовать суммой! Найс! Э-э-э, не застрелевая! Извращуга, чертов, нравится ему. Кто из них рептилоид? Ну ты сам посмотри же, что для себя, я уж не буду вармогласное заявление делать. Что из них рептилоид? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Убили эрептилоида! убили ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй за что я не пошла а кто думаете кто из нашего чата рептилоид у меня такое чувство что это придает а потому что он очень нестандартно мысли мне иногда кажется что он рептилоид на сука в туза тебе на забавке от наркоты можно донять громил парни валите его серьезно выходит решала дробовиком тун-тун 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 плюс чат если ебкиной эй-эй 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 сюда надо сосредоточиться он там слепую лупит с этого дробовика хоть и бой то тун-тун о боже 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 сейчас я чувствую себе второе дыхание чувствую что как прикольно разбрызгалась лично так бы всегда стрелять с геймпуда на сейчас отправляемся на ппшку переключу сейчас вылезет фраер дробовиком да сука традиционно сексуальной ориентации пассивны а а а а а и и и и ну какого хера тебя защитила стекло пошел нахер нахер иди в пара со своей лупарой сейчас эти два черта выйдут пары бочку себе засуну ходи давай пара где ты варарий десапир вот и флопой дайте мне сайфо один на один ногами вперед у меня хоть жена красивая у пяточки у меня красивая жена а у бомбы еще кидает точно готов в л до минус м сука за полить в этот раз никто не отвезет тебя к врачу сэр меня ты убьешь а то он он же будет вечно тебя искать ну тихо ну чего чего вы давайте грустный момент дайте насладиться в оригинале разве было не так что сальери втиху и алмазы продавать не только потом сказать поделиться с ребятами но из-за недопонимания не решили ограбить банка тут какой-то сальери уж совсем какой-то мрази показывают по-моему так по-моему ты прав ну главная тварь все равно сэм они ж корешами были он придал слушай внезапно серьезный вопрос а в невероятном детстве видел журналах что ps1 есть и мышкой даже концентратор на 4 димпада отдельно я такого никогда не видел друзей чабанов а ты видел свое время я видел взломщик кодов который в старые самые первые ревизии вставлялся в задницу первой плэхи разветвитель я видел на четыре слота вживую видел один вернее чтобы 3 димпада поиграть какой-то микро машина с или что-то такое можно было играть игр там было очень мало клаву мыши не видит я скажу сальери что ты мертв ты не высовывайся чтоб не спалиться ладно что с ним случилось он скрывался в европе но вдруг этот идет начал ставить на собачьих бегах один друг семью узнал его и сальери послал команду его семья боже за это я точно убьют хотя тут ты не виноват хотя виноват по всему сможешь правда этот голосок твоей голове наверное звучит как голос дочери или сары он запрещает тебе выстрелить и ты не можешь себя заставить твоя странная болтовня упрощает незадачу мы классно отрывали скажи помнишь ты зачем пацаны это сейчас пускаете не надо не надо я забанил будьте балл со временем как сцен не своевременно буду банить хватит поле мы с другой стороны это показывает томи такого очень хладнокровного человека сейчас будет символизм коров падает я понимаю господи теперь ачивки иксбокс овске будут мешать смотреть то пацаны из чата то ачивки иксбокс овске тихая их это может как все смотрим но я буду бессилен если ты не дашь показания в суде ты ведь понимаешь это все смотрим придется сидеть там и смотреть в глаза сальери ральфи винни может быть даже отцу сары по правде я не верю что ты решишься на это увидим вид я снова все что нужно интересно но вы должны увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта придержи коней пройдет немало времени прежде чем сара сможет щеголять новым именем простите что потратил ваше время и свое мне пора валить стой том у меня тоже семья жена четыре сына рыжики близнецы да так что я прекрасно понимаю что ты чувствуешь ты весь извелся из-за них и норман по даже не а если потерять кого-то из близких но это дело станет одним из самых громких в городе она займет годы я не уверен что смогу так долго тебя защищать учитывая ситуацию все хотят кушать да даже грязные копы не хочу тебе врать в городе есть порядочные копы но их немного и если выбирать кто из нас получит пулю знай моя жена не вдовеет для меня это важнее чем спасать твою шкуру но я постараюсь вы отлично делаете вид что в этой истории вы ничем не рискуете но речь ведь идет о вашей карьере на самом деле неважно буду я жив или мертв вы раскройте дело морелла и посадите дона оставите след в истории только не думай что знаешь меня доме с алиэри самое место за решеткой я помогу тебе а ты поможешь мне его закрыть вот и все парень что ж договорились нифига когда-то давно дождь замуж отдает вот этого точно не было кое-кто сказал мне что семья это слабое место мужчины его уязвимость думаю он был прав ведь все что я не делал хорошее плохое все ради семьи жена всю жизнь я предал людей которые считал друзьями и взял нелегкие обязательства целых восемь лет я провел один вот это бред его бы в тюрьме убили вот это бред вот зачем это что он в тюрьме но в одиночной сидел но его бы нашли способ убить соль ели бы нашел способ писюком в тюрьму попал этому программу защиты свидетели по ладно надежным мужем в тюрьме бы его точно убили хорошим отцом и человеком сейчас став намного старше тоже все же сомнение ческан для мужика это нормально он чё за чесал свои локоны да и все что семья это огромная слабость но еще это огромная сила программа защиты свидетели стала работать ради нее мы стоим по утрам а ну он стремимся к своей мечте пусть даже она кажется недостижимой бульджей века дает нам упасть когда у нас уже нет куртку сразу узнал мистер анжело и голоса те же самые мистер сальери передает привет вот теперь у вас не тронут теперь они вас не тронут вот этого не было помните деньги работа и даже друзья все время но семья семья это навсегда как то было драматичнее что он один валялся как то я не знаю правильно неправильно с его семьей ну в принципе а я я хочу это скипнуть я понял что рэп это black lives matters я понял очень круто очень понравился рэп скипнул спустя пять секунд ну что друзья подведем итоги касательно ремейка первые мафии в общем и целом мне понравилось то есть это не поступок потраченные деньги очень красивая визуальная часть очень красивый дизайн безумно просто это крутое погружение правда ты погружаешься в грутое ощущаешь себя в этом мире и чувствуешь себя кайфово тут не дать не взять но к сожалению у игры абсолютно убитая стрельба на я не знаю как на компе но на деньпаде это сущее мучение целиться особенно проходя на этом уровне сложности это просто беда печаль и хочется не знаю иногда хочется даже натурально рыдать от происходящего потому что целиться неудобно стрелять кайфово иногда когда с Томпсона вот Томпсон да он хорошо сделан автоматический огонь там подводишь с Томпсона хорошо окей дробовик в минус эти револьверы все в минус все в минус кроме Томпсона с Томпсона интересно классно сделали езду все что связано с транспортом мне понравилось даже этот мотоцикл которым было сложно управлять даже он не понравился конкретно взятой миссии учитывая что игра стоит 40 баксов учитывая что сейчас на нее уже скидки пошли я считаю что ее взять можно не только лишь поклонникам первой части но и всем кто любит подобные рода игры катсцены перережиссировали просто мне понравилось все понравилось постановка именно классическая вот как с классическим подходом без съемок там в один пролет без прочего просто кровь всякие планы берут все олдскульно красиво понравилось озвучка русская ну не знаю норм по моему норм 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 все все пошли но в целом ну она не хватает но я от нее в принципе ничего такого суперкрутого я не ожидал в принципе наверное то что ожидал то и получил знаете в чем проблема проблема в том что я не фанат первой махи да и второй я не фанат ну они мне нравятся но я их не фанат и муа да замучили вам И у меня, наверное, нет этих переживаний как-то с резидентом. Вот если бы ремейк первого Metal Gear'а сделали, то я был бы более воодушевленный. Хватит, я вам сейчас бота вырублю. Всё, бота выключаю. Не тратите, видится. Бот выключен. Бот с вами прощается. Такие вот итоги. Замыленная картинка. И опять-таки, это, возможно, проблема консольная. Я даже в минус это не отношу, потому что понимаю, что на PC с этим дела обстоят гораздо лучше. В общем, хреновая стрельба. Отсутствие некоторых возможностей. Это минус. В плюс офигенский дизайн. Хорошие катсцены. Прикольные обои темные персонажи. И действия равномерные. И не затянуты. Самое главное, наверное, в нашу пору. Всё это не затянуты. Короче, я ставлю от себя 7 баллов. Именно консольной версии. Когда перепройдут, возможно, на ПК. Может оценка изменится. Но сейчас, по первому ощущению, это семёрочка. Твёрдая, крепкая семёрочка. Хорошо. Выше удовлетворительного, это уже хорошо. Спасибо всем, кто сегодня поприсутствовал на эфире. Огромное спасибо донатерам. Донатерам. Моим хорошим, моим любимым. Донатерам. В первую очередь, поблагодарю мистера Пипену. А, это вы мне все в соц.чат провели? Ах, вы. Вот это все в соц.чат. Дона Пипона. Самое главное. Дона Пипона. Респект. И уважение. Кожа не мистца. Спасибо. А воздушному творожку. Респект. Спасибо тренеру Волли. Спасибо Мультистронгу. Спасибо мистеру Хоббиту. Спасибо зимным перчаткам Тирана. Спасибо мистеру Выкилсу. Спасибо Вике. Не знаю, кто это. Спасибо Александру. Спасибо Норн. Спасибо Едеру. Благодарил. Все. Увидимся в следующий раз на чем-то, чем-то другом. Дне Мафии. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы оценили мое прохождение. Желаю вам хорошего воскресного дня. Спокойной ночи.